Добрый вечер. У меня тоже премьера. Я представляю сегодня... Я бы сыграл бы сейчас, лучше отрывал какой-то. Но так как я теперь какой-то чиновник такой, непонятно какой, я с радостью на самом деле сейчас в роли чиновника, потому что я хочу представить потрясающего человека. И я завидую вам многим, которые связаны в вашу жизнь с этим режиссером. Я его знаю с детства, и мы ездили в Лигу смотреть его спектакли, тайком уезжая в советские прекрасные времена, на один день в Лигу, чтобы посмотреть спектакль Шапира. Адольф Яковлевич Шапира, аплодисменты. Я счастлив, что такие вот встречи с невероятными легендами, а Адольф Яков легенда, это легенда, безусловно, что у нас есть, будут, были и всегда будут больше того, что эти встречи должны быть не просто встречи с интересными людьми, а я вот сейчас с Адольфом Яковлевичем поговорю, чтобы все-таки мы сейчас с ним разговаривали, но актеры должны быть не просто приятными встречами, это должен быть творческий центр. И здесь должно происходить то, ради чего мы ездили в Лигу, почему мы смотрели спектакль Шапира, почему мы его знаем теперь. И Адольф Яковлевич согласился сделать у меня дипломный спектакль. Я убегаю сейчас, он скажет нет. Да, 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 конечно, после Бразилии сразу к нас, конечно. Я хочу сесть поближе, но мне сказало телевидение, что тогда нельзя. Можно, да? Можно. Просто далеко. И, ну, что я буду сказать, я очень смущен, потому что, ну, не знаю, что говорить, вижу замечательные гостиства, которые я бесконечно люблю, ценю и с большим мне удовольствием вас слушаю их, чем себя. Это не кокетство, а действительно так. Потому что все это возникло случайно, я избегаю встреч, и речь шла о мастер-классе для молодых артистов. Но потом я отказался от мастер-класса, поскольку, ну, какой-то мастер-класс один день или один вечер, для этого нужна неделя, десять дней. И, ну, они, значит, говорят, что вы проводите, там, там, бежон. Но там все по-другому. И там, как бы, люди, когда собираются на мастер-класс, они посвящают этому, ну, по меньшей мере, десять дней, две недели жизни, разрешаются спектакли, ну, и здесь такая же возможность, которые они планируют. И все это выглядит по-другому. А какой мастер-класс между работой в театре, съемками, там, сериалами и так далее, суетой. Ну, и в результате, значит, поскольку это было записано, я обещал возникнуть на эту встречу. И я не знаю, как она будет происходить. Лучше всего, конечно, чтобы это был диалог. Ну, просто встретились, у нас векция есть возможность пообщаться, поговорить. Я, как-то, занималась, сейчас работаю в Москве, но меньше, чем хотелось бы. И действительно, за этот год, может быть, я вам вот этим могу быть интересным, потому что за этот год был в Дании, Швеции, два раза в Китае, в Бразилии. В основном это работа, естественно, не как турист. В Греции, вот только состоялась премьера, пару недель назад, уже меньше. И как-то вижу, что мир, ну, вот как-то мы до сих пор думаем, что, как французы думают, что центр мира в Париже. А он сейчас имеет каких-то 8-7 точек, самых разных. Он децентрализовался. Иногда можно приехать там в Никарабу и зайти в театр и увидеть в Париже театра, или у директора на стене, там, предположим, портрет драматурга Дарьева Фу, которого в Москве играет минимально и знает очень мало. Все как-то сместилось. Отсмыслить, как вы, простите. Вы знаете, что? Те, кто разделяют мои убеждения, я вас очень прошу, давайте почтим память каждого отставания. Сюда уже будет что-то, что происходит, такое, что-то похороны Гавелы, великого человека, и каким-то хамским усердием не выразили по-настоящему свое отношение реквозителю нашего государства, по формальной причине, что он не действующий президент. Когда он убирает там буквально бывший, то этот, значит, ну все-таки великий человек действительно оказался огромное влияние на Европу, на нас, и великий человек, который был в России, ну и вообще художник большой, кроме своего драматурга. Так, ну ладно, извините. Причем масса событий таких происходит. А вот у меня настроение хорошее. Хорошее, потому что люди, как-то стали, не кажутся так, но во всяком случае в Москве понимают, что они не выразили. И чем это кончится, никто не знает, конечно, но ощущение хорошее. Ну, такой вот просвет внутренний. Ну ладно. Ну вот. И, значит, смотрю, что происходит в театральной школах, чем занимаются другие люди, что они играют, и даже, может быть, уже знаю, что-то лучше и понимаю, чем то, что происходит в наших театрах. И, может быть, это действительно эгоистично с моей стороны, но просто запас времени ведь невелик, и бороться очень не хочется. Ну, тратить как-то время на какую-то борьбу. Я разойдусь постепенно. Смотрю на Ольгу Михайловну Яковлеву, вспоминая, как я просто выступал. У него часто были такие выступления в доме актера, там, по поводу своих спектаклей, начинал. Это не получилось, это не получилось. Это не так. Не хотел, это, но не вышло. Все начиналось так вялое. Да, вы правы, у меня это не вышло. Там, что-то потом постепенно. Ну, я вот видел там спектакль, ну, что же, там лучше, что ли? Да нет, ну, это же невозможно, что происходит. Так нельзя играть. И постепенно начал вверх, 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 вверх. И, знаете, проходило до истинных слов. Так что, как я часто говорил, репетиция начинается не с первой репетиции, а со второй или с третьей, потому что первая репетиция – это ритуал. Ну, и присутствует второй сюжет, как в школе первого сентября. Люди смотрят там, кто как выглядит, кто как изменился, кому нравится пьеса или нет. Идет какой-то второй сюжет, сосредоточиться нельзя. Потом начинается работа. Так и я вот эти первые 10 минут преодолею смущение и, надеюсь, в вашей помощи будем говорить о чем-то существенном. Так, хорошо. Может, вы мне поможете? Давайте, с чего начнем? Про поездки начнем. Про Бразилию. Ваши последние работа. Бразилию. Последнюю работу, но у меня лишь, начну, как я говорю, огромный недостаток. У меня выпускаются живые швектакли. Они оживают только через 10-12 швектакли. Я все время думаю, почему так. Последний швектакль идет замечательно. Попасть на него невозможно. То, что происходит в зале, происходило только где-то в 80-х годах. Это происходит только сейчас. Первые 3-4 швектакля были достаточно скованные. Почему это происходит? Ну, с одной стороны, причину, одну я знаю, но это сбросит вину себя. Это причина, что нету прогонов. Что выпускаешь спектакль после одного, двух, трех прогонов. Русский театр не дает возможность, а я не умею. Я не репетирую по жесткому плану, и поэтому начинаю по-настоящему понимать спектакль только на сцене, когда актер находится в пространстве сцены, в пространстве декорации. Я как бы по-настоящему не предвижу спектакль, он рождается вместе с репетициями. Ну, предвижу частично, конечно, какие-то вижу, и вот у меня не получается. Значит, давайте бросить вину в себя. Нет прогонов. Это вот ужасающе. Я не могу отвоевать у театра. И в том, мне нужна месяц-полтора сцена. А я ее получаю, как правило, там, ну, если вам хочу говорить, на 10 дней. Я тоже ориентируем. Я не успеваю освоиться с пространством. И чувствую вину перед актерами, и сам чувствую, что я работаю в цикноте, когда поспешные ходы. Но даже когда спектакль организован, он должен иметь необходимое количество прогонов. Вот сейчас в Греции было 10 прогонов. Они это, возможно, сдают. 10 прогонов. Каждый вечер, 10 дней, я выпустил готовый спектакль. Вот эта проблема невероятная для меня. Как ее решить в условиях русских, российских театров, я не знаю, я не могу отвоевать это право, которое раньше предоставлялось как-то действительное. Я помню, когда Анатолий Васильевич выпускал в Ленкоме день свадьбы, я был на этих прогонах, он не на всех, я не мог быть на всех, потому что он, я боюсь ошибиться, но около месяца гранял готовый спектакль. Это был, если я не ошибаюсь, первый его спектакль. Около месяца. Может, это быть 20 дней, может, чуть-чуть больше, но это примерно так было. Актеры лишены какой-то, и режиссер в равной степени самой важной части работы. Самой важной. Вот той, которая начинает происходить, когда до последней минуты ты что-то организовываешь. А когда все организовано, и актер должен получить необходимое дыхание, а я разобраться в собственных ошибках, и найти ходы, их устранения, то все кончается. И это ужасающее качество, поэтому я на тренинге хочется сбежать от людей и на них не смотреть. Но мне могут тысячу раз сказать, вы должны это предвидеть. Но я не могу, я такой, я это не предвижу, я предвижу что-то другое. Я бы своему ученику тоже сказал, студенту, да, надо было вот это вот предвидеть. Но каждый же, как-то мы художом говорим, каждый пишет, как он дышит, или каждый дышит, как он пишет. Ну что одно и то же, в общем-то. Ведь самое интересное, вот скажем, там, я писал книжку, сейчас работаю на еще одну, большую книгу, я не закончу ее, она слишком большая. Но я ловлю себя на том, что я пишу так же, как ставлю спектакль. С трудом пробираюсь к смыслу, форма возникает в процессе писания, потом что-то переделывается, что-то переставляется местами, то есть как будто протираешься к смыслу. У меня, когда возникает изначальная ясность, мне неинтересно работать. Но эта вещь очень серьезная, тут об этом я могу говорить. Понимаете, я иногда думаю, ну а чем отличается коммерческое искусство от истинного? Ведь в коммерческом искусстве есть замечательные образцы, где блистательная работа оператора, блистательные артисты, замечательный художник, чудесная пленка. По всем составляющим частям это высочайший профессионализм. И все-таки, когда смотришь Антониони или там Феллини, ну, настоящая, то ты вдруг понимаешь, что это другое язык, что что-то другое. А в чем это другое? Очень трудно понять, потому что если разобрать, так сказать, на составные части, то и там, и тут высочайший уровень. А суть этого другого заключается в изначальном посыле. В изначальном посыле, потому что там человек что-то берет и знает, что он делает, у него есть знания, и он думает о том, как эти знания подать, какую сделать упаковку, как то, что он знает, как бы отдать зрителям. А, скажем, когда я смотрю, ну, тот же Амаркор, который мы все любим, я чувствую, что он это делает, что ему нужен фильм для того, чтобы самому понять, кто он такой, чтобы заново осмыслить, что такое Италия, что такое первая женщина, которую он увидел, что такое первый смех, что такое фашизм, что такое житель его родного городка, что ему нужен этот фильм для получения, для осмысления себя и знаний о себе. И это совершенно другой процесс. Он вызывает в другой стиле репетиции, в другой стиле съемок. Вы же все там читали, как Филин не репетировал, он приходил на съемку, он иногда не знал, что в этот день он будет снимать просто. Или вдруг обращал внимание на интересный типаж, который был в съемочной группе и брал его тут же, так сказать, и начинал снимать этого человека. То есть, суть отличия в изначальном посыле, для чего ты работаешь. Любое произведение для меня это удивление. Что это такое? А если есть удивление, то хочется это узнать, потому что репетировать интересно неведомое, непонятное. И в этом смысле анализ, это же, ну, химик никогда не будет делать анализ того вещества, который он понимает. Это как какой-то, какая-то бессмыслица анализировать то, что ты знаешь. Тогда ты должен или как бы имитировать, нет, но есть такой способ, и хороший, и за ним, и актеру можно повезти. но я протираюсь к смыслу и произведению вместе с артистами. Для них это не всегда комфортно. Я это очень хорошо понимаю, потому что гораздо лучше прийти и сказать, делай вот так, 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 и так. Но тут себя не переделываешь, и переделывать, наверное, не нужно. Кому это нравится, тот с тобой работает, а кому не нравится, с тем ты расходишься. Или у тебя театр, поменьше. Но как бы стиль жизни наших театров, он противоречит моим желаниям, потому как бы хотелось работать. И тут происходит обидная вещь. Она заключается в том, что когда это в стране, ну, предположим, которая этого не знает, ну, Бог с ними. А когда это тут, где действительно замечательные артисты, школа, память, метод, боль, то тут как-то так не хочется. Тогда и не надо. Вот я был недавно на очень симпатичном юбилее одного очень близкого у меня театра. Там они замечательно все организовали, все вместе, мысли там было. Вот выходят артисты читать стихи. Если бы это было где-то, мне было бы все равно. Но этот театр для меня очень симпатичный. Я вижу, выходит очень хороший артист, она читает Ахматову. Не бежать хочется, потому что она читает там, что это для меня и больно, и светло. И она это читает так. И больно, и светло. И она даже не понимает, что больно. Боль и свет это одно и то же понятие для Ахматовой. Что без боли нету света, а без света нету боли. Что она говорит ты больно и светло. Но если ты больно и светло, оказывается это разное. И когда вот это читается так, что там, где твоя душа, и там, где тебе симпатичны люди, то от этого становится намного хуже, чем, а, там они так идут, они никогда не поймут, не захотят. Ну вот, но, это ведь я говорил, да, ну вот частично можно сбросить эту вину на действительность, но это делопорочно, потому что очень многое можно сбросить на действительность. Как бы, я пока не найду способа существования для меня комфортного и правильного в нынешней ситуации в наших театрах. Это не то, что обвинение, и не поза, и не дистанцирование, а просто реально. Вот я не знаю, как это сделать. Я не знаю, как, ну, от меня требуют продукции. Давай вот, ну-ка. А примерно, я читаю дневники Микелянцева, все это повторяется. На самом деле, наверное, ничего нового, все это было. Читаю дневники Микелянцева, там, значит, он второй год или два года расписывается к себе, и папа к нему приходит, говорит, когда вы кончите? Он говорит, что я, ну, не знаю, может быть, в следующем году закончу. Тут, говорит, вы что, за это время у меня расписали в три зала рядом. Ну, это папа, просвещенный человек, видимо, был, хотя бы тем, кто позвал Микелянцева. Однако он говорит, что у меня три зала расписали, что он тут делал. Какая-то фабрика, но ведь мне легче, чем артиста, у вас в чем дело. Мне легче, я могу дистанцироваться, но я тут не работаю, я, ну, ладно, я все понял, я больше тут с вами не работаю. А вот артистное положение в высшей степени драматическое, там, так, а, во-первых, выбор достаточно ограничен. Это, представьте себе, что там, на пятый пятый, там, лучше, и все подобное, да. Это фактически общая система. Особенно она сложна, скажем, для меня, вот почему. Потому что я люблю большие залы, люблю большое пространство. Не привыкли, малое пространство, что все делают очень многие режиссеры, то это выход. Это выход. В комнате можно замечательные спектакли ставить. Но, ну, вот, и надо, наверное, но я люблю большое пространство. Мне нравится фигура артиста в большом пространстве. И, ну, вот, как бы это сказать, ну, мы все в плену ситуации. Такой выход, мне его найти гораздо легче, чем актеры. Я в этой ситуации чувствую свою, ну, как говорится, без вины виноват. Я чувствую свою вину. Они меня подталкивают, те актеры, с которыми я работаю, думают, мол, действуйте. Пробовал, не получается, не понимаю. Одни поставлены в такие условия, другие сами их, даже выгодны эти условия. Наверное, этот вопрос очень тесно смыкается с вопросами социальной психологии, которую мы не в силах и сейчас просто анализировать по-настоящему. Ведь, в общем, там Путин, не Путин, там Петров, который возглавляет, а сейчас не Петров. Ну, власть уродует человека. Я иногда думаю, что, черт вы знаете, меня спасли тем, что дезориентирует. Дезориентирует человека в пространстве. Жуткое дело. Я, наверное, мог бы стать таким же, если не стал уродом. Меня женщина одна спасла, которую я очень любил и уважал, и ценил. И с тех пор я всегда думаю, как важно сказать вовремя слово, вовремя, в нужный момент, и от нужного человека. Мне было 25 лет, когда я стал руководителем театра. Ну, мальчишка просто, двух, практически двух театров, играющих на двух языках, мальчишка. И я так, за три года, сколько тебе дорогу всем вступает. Ты закончишь театр, там администратор был, все военно-щелкает. И сидела одна женщина, болгарский режиссер, я не знаю, вы ее знали, это Юля Огнянова, она с Наташей Примой на одном полосе была, с Анатолием Васильевичем. Я ее очень ценил, уважал, она ставила спектакль, и она сидела у меня как бы в кабинете и ждала, что мы, я не помню, куда-то пойдем, а я в это время разговаривал с людьми. Она человек исключительного биографии, исключительного интеллекта и таланта. И когда она сейчас сказала, ну все, я свободен, она смотрела, как я с людьми разговаривал, и она мне сказала одну фразу. Скажи, а ты замечаешь, что ты ждешь, что тебе дадут прикурить? Эта фраза меня просто обожгла. То есть, я, мальчишка, там, руководитель театра, понимаете, брал сигарету, мне еще и битву сюда, я брал сигарету, а мне уже подносили, я, значит, привык, что беря сигарету, понятно, да? И она сказала вот эту фразу, а ты замечаешь, что ты ждешь, что тебе дадут. И как-то я, вот с тех пор, клянусь вам, я никогда в театре не прошел первое. И вот с тех пор у меня возник инстинкт пропускать, ну, подчиненных впереди, не проходить, чтобы за мной сидеть. Одна фраза, ну, буквально одна. А я так, а это так, а я не заметил, я не заметил. И поэтому, когда я думаю о некоторых людях, с которыми трудно работать, я понимаю, что они, ну, жертву, что кто-то им вовремя не сказал, а потом, знаете, ведь... Вот представьте себе, человек, 15 лет, не говорят ни слова правды. Никто. А? Это же, что может произойти? Никто. Ни в театре. И ни в прессе. И даже ни на... Вообще никто. Человек не слышит, не знает. Ну, конечно, у него дезориентация у себя в пространстве. Ужасное дело. Поэтому... С другой стороны, я думаю, как выйти в этом положении. Во Франции произошла ужасная вещь. Вот нельзя же этих людей снимать. Если вы стали люди... Во Франции вели жуткий закон в свое время. После революции 68-го года, студенческой, и, как мне очень многие, там, пьер-буржуа, очень многие деятели французского театра рассказывали, о чем была такая вещь. А очень просто. Значит, после этой революции вели закон, что после 65-ти лет человек не имеет права занимать государственную долгу. Режиссер ли актер, военный, вся. Вот я представляю, что в 65 лет Марио Шманы не разрешили преподавать в ГИДИСе. Причем этот закон, поскольку это французское общество, а не российское, не имеет никаких исключений, никаких заслуг, кто бы то ни был. И вот замечательно, на моих глазах крупная театральная школа, замечательный руководитель высшей театральной школы Франции, ему 65 лет, он вынужден уйти бы. Школа рухнула, мне ничего не осталось через 4 года. А там, значит, после революции в 68-м году было понятно, назначили молодых людей, не имеющих ни методики, ни карьеры, назначили вообще театры. Мы меняем каждое поколение. Все разумеется, что у нас полная традиция. И очень многие деды сегодняшнего французского театра, они вот объясняют вот эту вот ситуацию, что была полностью разорвана часть ребёнок, как говорится. Тоже не выход. И поэтому я не радую там за то, что крупные люди, не заходят клады театрами и так далее. Но должно быть ощущение, что ты не вечер. У актёра оно всегда существует. Я думаю, поэтому актёры сохраняют, несмотря на всё живое ощущение в себе, как бы ни складывали судьбы. Потому что они понимают там, что вот роль уходит, что это, ну и вообще, как будет дальше, всегда впереди неизвестность. Нет вот этого постоянного ощущения статики. Напротив. Разрызг. Разрызг. А вот такая сама система театральная, у меня нет ответа на то, как это должно быть. Нет. То есть, как это должно быть, или кажется, что я знаю. А вот как это сделать, не представляет. Потому что все наши и депутаты, что ли, они подтверждаются жизнью. Я помню, как Южный Александр Костанова утверждал, что когда разрешат всюду играть, в подвалах и так далее, произойдёт сам по себе невиданный рассвет театра. он так думал. И он это часто говорил, что вот как только разрешат, будет расстаться, всё, всё, будет новый Станиславский, ну и что произошло? Ничего подобного не произошло. Сейчас ностальгия вспоминает Советский театр 70-80-х годов, 60-х, который действительно был великий. мой товарищ, вот Тольфа Васильевна, опять заходит, и это основная тема разговора, потому что произошло переосмысление. Эркот, автоногр, там, ну это, там, кто-то, там, там, тура, там, панца. Вообще, вся эта территория большиннейшая, с великими режиссёрами, с школой. Так что, не, не рецепт. Жизнь выше нас. Это нельзя забывать, она опровергает все конструкции. Сейчас вчера с Римасом говорит, приехал из Гетрия, после 19-летнего перерыва, он в Риге, в неделю. Сейчас, в Риге, тоже самое, Римас, значит, мне говорит, что уныние, уныние, говорит, мне, говорит, надо больше, умилое состояние. Он первый раз, говорит, вообще, в Трибалке не позволяет себе такого пославления, а тут, говорит, что страшное уныние. В Риге, то, что я видел, на меня произвело впечатление. Я уже говорю о том, что на каждой улице ломбар, на каждой улице ломбар. То есть, Рига и ломбар, это вообще, я в 30 лет прошел, я видел, не знал, где Баренгейт, на юге, не знал, на каждой улице. А Эльман Юген, который играл в Баренгейт, два дня назад приезжал, в моем сценарии играл, про Эстонию говорили, то же самое. Я знаю, вот одно, я могу точно сказать, что произошло, что есть новое в ощущении сегодняшних людей в мире. Это, вот это, я могу сказать, с убежденностью. То, конечно, новое измерение началось с 11 сентября, когда полетели башни в Америке. И психология людей, и психология государств, даже государств, стран, полностью изменилась. Это абсолютно другой мир. И поэтому вся традиция девятнадцатого века, и даже двадцатого, и вся мораль, и что такое свобода, что такое честь, понятия изменились. Потому что все поняли, приняли одну вещь. Надо менять независимость на безопасность. Вот что произошло. Кто бы мог себе представить, что тридцать летом назад американец будет доволен, что за ним следят. Что подслушивают о телефоне разговоры. Что его снимают, извините, куда он идет, его камеры снимают, и он дает свои деньги, налоги, чтобы за ним следили. А это представите как, подслушивали мой разговор. Это вообще невиданное что-то. Подслушивайте нас, смотрите за нами, снимайте нас не только на эскалаторе метро, а всюду куда мы идем. Снимайте нашу частную жизнь, все, ради безопасности. Эти страны, которые мечтали о независимости, небольшие страны, бывшие республики, пожалуйста, у меня один латыжный художник сказал, не только мне, он выступал, он сказал, что я мечтаю о том дне, когда я буду получать зарплату не в рублях, а в латах. Ну, я его понимаю, это он хотел получать, потом он провинял естественно там, или там, кроме, на евро. А теперь со следующего года я читаю, значит, что происходит. Бюджет Латвии, Эстонии будет утверждаться в Брюсселе, так как он утверждался раньше в Москве. Утверждаться будет бюджет. То есть они напишут, нам нужен праздник песни. Раз в два года. Я им сказать, нет, ребята, раз в два года не надо, давайте раз в четыре непосредственно. Пойте раз в четыре. И говорят, у нас очень важно, мы воспитаны на горовой культуре. А вы... Мы любим. Да, да, вы поменьше пойте, больше работайте и так далее. Потому что я видел в Греции, это примерно там очень... там все время демонстрации идут. Но, извините, я совершенно не собирался, это не политика, клянусь вам. Я к молодым могу обратиться. Я когда-то был на встрече Брука, с молодыми режиссерами. Была большая встреча, он рассказывал о своих повестках, о Индии, в Африку. И через два часа его, какой-то молодой режиссер, встал и сказал, ну, мастер, это все замечательно, то, что вы говорите. Теперь давайте поговорим о режиссуре. А он так посмотрел, удивлен, говорит, о чем же мы все время говорим? То есть все такое режиссура. Ну, спектакль же состоит из этого, из того, что ты впитываешь, от встреч с людьми, от шорохов каких-то, от состояния, как угодно ты можешь быть по касательной улице, но это даже не улица, это что-то другое. Ну, это, это те ниточки, которыми ты привязан к жизни, что ли, вот как у Доре в иллюстрациях Гулливера, в детстве производили жуткое впечатление, когда масса маленьких ленипутов ниточками связали большого великана. Помните эту? Иллюстрация, что-то ужас, ужасно было, они там, жили там над ним. Ну, вот это эти ниточки, из которой, в общем, режиссура, это то, с чем ты приходишь к актерам, потому что технически, я никогда не забуду, Филимин сказал, что можно за месяц изучить все, что касается кино, а вот делать кино, это надо, значит, это все, там, какой же, а как взять, там, как, ну, это, это можно изучить, а вот, вот эти вот ниточки, которые тебя связывают, и про что говорить, я ведь с этого начался, сейчас получу впечатление, что я чувствую, что люди ждут слова, я абсолютно не верю, вот эту футбол, которую они пустили, что люди ждут, вот, ну, развлечения, там, ну, ждут, но, на самом деле, это они делались с этими людьми, это обратит внимание, когда была нормальная жизнь у нас, там, на нормальном смысле, перспективы, такая мужья, Каллы Пугачевой столько не говорили, а потом 10 лет, основная тема, настоящий муж, не настоящий, кто это, а вот сейчас кончилось, а я смотрю, уходит, а почему уходит, потому что, вдруг, какое-то ощущение у людей, уже, даже эти, понимаете, уже хватит, вот этого не надо, чуть-чуть поменьше, театр должен противостоять, это я понимаю, как противостоять, это очень трудно, и он стал, вообще-то театр стал элитарным, массовым искусством, если можно так сказать, это парадокс, ну это так, элитарное массовое искусство, потому что, власть поумнела, потому что плюнула на театр, плюнула, она называет, что это мура, это смотрит кучка людей, просто они сдали у нее, ну плюнули, нужно только телевидение и радио, причем радио, которое вещает не на Москву, а на всю Россию, Голоша и прочее, причем это во всем мире так, ну раньше там-то и так театр не боролись, а тут че они дураки боролись театр? Ну даже если там зал тысячу месяцев, ну если испытатель пройдет сто раз, ну сколько людей это видит? это же не народное искусство, оно то есть стало ненародным искусством, оно теперь адресуется посредникам, к тем, кто пойдет дальше говорить с другими людьми, кому-то скажет, пойди посмотри, и они поняли, да, делайте там, че хотите там говорить, кричите, кто вы слышите, что горска людей, горска людей, но, не учли эту правду и верю, что эта горска людей, она, если она себя начнет проявлять, и как-то, что она составляет элиту, ведь все решает элита, во всех смыслах, политическая элита, экономическая, административная, творческая, военная, всегда все решает элита, но когда от состава элиты зависит искусство, зависят театры, ну все зависит, зависит жизнь, когда эта элита уничтожается, а приходят другие, то делайте это, но вот он стал элитарным массовым искусством, если посмотреть всю историю театра, он начал, театр начался, как религиозная девушка в Петре, как праздник религиозный, массовое искусство в России, оно раздалось на площади, на базарах, и всюду в Европе, а потом, никак это не назовешь, народным искусством, это стало элитарным массовым искусством, а соответственно, тогда другие задачи уйдут, и когда он начинает играть на поле массового искусства, он превращается, ну ничто, ну просто ничто, просто какой-то герой и бессмысленный. Извините, вообще мне нравится говорить не по делу. А можно вопрос не по делу? Скажите, пожалуйста, а для вас вот на сегодняшний момент то понятие, которое было вот русский театр и сейчас в современности, насколько для вас осталось это еще понятие на театре здесь, или уже исчезло, или оно как-то... или оно и не существовало вообще, ну вот лично для вас. То есть вы имеете в виду модель театра, созданная... Да, вот как в том понимании, как всегда было принято считать, вот русский театр, да, русские актеры, русский театр, вот это понятие. Ведущий от Островского и Станиславского. Станиславского, оттуда. Я постараюсь начать издалека. Вот представим себе историю развития театра. Вот Греция, там, Тель-Астры, Венессанс, Мольер. Центр театральной мысли все время перемещается по невиданным и непредсказуемым законам, которые ведомые, почти могу цитировать Чехову. Базья, откуда там, да? Может, и кто мог видеть в середине 19 века, что Центр театрального искусства не в Парижах и Берлине будет, а перейдет в Россию, в Москву. И это окажет влияние на всю Европу. Это никто предвидеть не мог. Появился Станиславский, но движение это было параллельно, потому что Московский художественный театр в 98-м году, а в 97-м году Отто Брам в Керлине создает свободный театр и Антуан в Парижах. Но потом все признают, конечно, Станиславский. И Центр, вот это очень важный вопрос, связанный с миром, он все время в истории театра перемещается. И, конечно, весь прошлый век прошел под влиянием русского театра, под невероятным влиянием идеи русского театра, и методической, и организационной, потому что, извините, тут мне неловко говорить, но это такие замечательные артисты, а я говорю то, что они давно знают, и что понятно. Ну, считайте, что я буду вам отвечать. Вот пропало ли то, что было в Дель-Арте? Ведь история театра — это вспышки человеческой мысли, и искусство режиссуры — то же самое. Это такие всполохи, озарения... Ну, такие вспышки человеческой мысли. Ну, нету же закона на все времена. Мне очень хочется верить, потому что ничего дороже, чем русский театр, и я их не знаю просто. Иначе не могу, как не любить это. Но одно дело мои чувства у меня там, пристрастия и так далее, другой — живой процесс. Потому что куда-то, может быть, этот театр переместится не в какую-то одну страну, как я говорил, уже перемещается в несколько стран. И не исключено, что русский театр в какой-то другой стороне будет достигнуть вот то, о чем мечтал Станиславский, да, и понятно, да? Да, понятно. Понятно. Я знаю одно, что интерес к этому во всем мире чрезвычайно виден, кроме Москвы. почему? Ну, может быть, это реакция на время, ну вот, все-таки, долгой жизни в тоталитатном режиме, где Станин как бы присвоился без Станиславского, но он же во всех областях жизни назначал генералом. Ну, он был маршал, а позже. Тогда он Станиславского назначил генералом театра. Мичурина, там, по биологии, там, кого-то, там, понимаете, так, как-то рукой служит, как у некоторых человек, он назначил бедного и сладкого, которого вообще уже не слух понимал, в чем происходит, но с другой стороны был как творческий человек обманут. Я его прекрасно понимаю, как мне кажется. То есть, понимая его посыл, почему он это принял. очень интересная вещь, ведь все режиссеры хотят распространяться. Станиславский еще не создан МХАТ, уже думал о том, что надо сделать такие театры по всей России, что все должны так играть, да, он разрабатывал даже реформу театрального дела. Тоже было у Мерфольта, тоже было у Курбаса, создать филиалы по всей России и так далее, так далее. И вдруг, наконец-то, приходит власть, которая говорит, да, вот вы, вот так надо, да, и это надо внедрять, и это должно, и он был очень благодарен. Тут нельзя на боку, смотри, это такая драма художника, который видел в этом воплощение своих возможностей, просветительства театрального даже, да, поэтому я, как бы, как вы понимаете, мне уж не хочу ничего худого сказать о Станиславском, я его просто очень любил, ну, о чем говорить, понятно, это великий художник, да, и артист, и жуфер, но ведь ничего нету строчнее, чем последователь, ведь нельзя быть последователь, надо быть продолжателем, законсервированием, да, последователем это не творческое дело, можно быть только продолжателем, ведь система не получала развития, на мой взгляд, а я интересно это дело, говорю, крайне субъективно, и не претендуем на объективность, на мой взгляд, лучше всего понял учение Станиславского Гратовский, это он создавал совершенно такой тип театра, но как общину театральную, как связь, как некоторое государство, и методически, как стремление к открытию в человеке новых возможностей, ведь идея Станиславского заключалась в том, одна из идей, что только в общине индивидуальность может раскрыть до конца свои возможности, ведь мы недооценим одну вещь, вот, на эту тему я люблю говорить, что целый ряд вещей Станиславского связаны с философией, вот, есть термин, смотрите друг другу в глаза, надо слушать партнера, надо общаться, только ленивый режиссер не говорит на репетицию, ну, так надо, и это правильно, но это не технологические термины, это не технологические эффекты, они стали сейчас технические, там, смотрите друг друга, это выражало суть времени, иначе мы никогда не поймем, потому что интеллигенция видела возможности общения друг с другом выход из духовной кризисной ситуации, почему, когда МХАТ поехал на гастроли и первый раз приехал в Ялту, где в гостях были Бунин, Рахманинов, ну, и так далее, самые разные люди, они с восторгом встретили этот театр, потому что это был образец нового театра, где люди, где не приходил режиссер и говорил, ты туда, ты иди сюда, да, где создавалась некая общество, сейчас это можете сказать сектор, как угодно, это была сектор, они отгородились от улицы и, так сказать, разрабатывал свой способ существования в театре и вектор движения был направлен в две стороны, один, одно движение на зрителя, другое движение на себя, то есть нам театр нужен для зрителя и для того, чтобы мы развивались, он же занимался йогой, много занимался, нам нужны упражнения не только для того, чтобы хорошо играть, а для того, чтобы открыть себе некие новые возможности. Вообще, вот, то, что говорят о системе Станиславского, это так узко, вот, это сводится к каким-то техническим вещам. О чем и почему он Чехове себя нашел? Да не только потому, что стилистика Чехова была такова, а потому, что давайте говорить, давайте по-философски о чем? Ну, хотя бы, да, Вершина, тут же Марк. Я подумала, вы о Михаиле Чехове. Нет, 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 давайте по-философски, давайте вообще не понять три сестры, что эти люди, это же не тусовка, почему они собираются за одним столом, столь разные люди? Вот это вот, почему такая необходимость общения друг с другом, да? Хотите сказать, это эмигрантское сознание, что часто чехов и пихи, что у них таки, да, там, это островок, островок, но они видели выход в это, в общении, потом началась другая пора символистов, где ведь быть одиноким считалось стыдным. Недаром Чехов вложил пародинно густа соленого в текст Лермонтова «Белее парус одинокий», да? Потому что начался символизм и одиночество было возведено в степень человеческого достоинства, что было прямо противоположное идее Станиславского, внутреннее философии. Ведь его величие в том, ну, ведь не скажешь, что он режиссер, ну, вообще-то как сравнение, извините, вульгарно говорит, но Мирхольд оказал на мир и не менее выдающийся режиссер, и, наверное, и Ватанга, и Таира, но Мирхольд это говорить нечего. Но хитристо заключается в том, что ему единственному удалось выстроить стройную конструкцию, то есть где есть и методика, и этика, и эстетика, а ведь начинается с незнания когда я вот читаю о чем они говорили? Они же не говорили о том, как будут играть актеры на сцене. Вот они когда собрались в Савельском базаре, они говорили о том, что в комнате отдыха должно быть фортепиано, что должно быть чисто в конторе, что актеры не должны в шляпах, дамы должны снимать шляпы, когда входить, то есть о чем они говорили? О создании условий, в которых может проявиться творчество. А какой будет художественный театр? Они понятия не имеют. Они, как всякие реформаторы, говорили о том, от чего мы отказываемся. Какой он будет, они говорили, только на уровне этики у нас этот актер будет играть сегодня Гамлета, а сам он и так далее. А на уровне методики, ведь сейчас система возникла, как часто бывает, в мире так не бывает, что сначала возникает методика, а потом строит театр. Сначала живая практика, а потом ее смысле. ведь иначе можно было бы 18 лет написать мемуары, а потом по этим мемуарам все же это не бывает. Это осмысление, как они пробивались в любом смысле новому театру. Ну сейчас, ну как, знаете, в этих театрах, об этом не говорите, Этого нет. Этого нет. невозможно представить художественного театра без экспериментальной инструкции, без рейска. У них же был колоссальный финансовый дефицит, который никто не мог подсказать. Да и в зале было на премьере 60% зрителей, из них 10 ушло в отракте во время первого действия. Я вообще честно, я не примерно не знал, на премьере Мирковского ревизора был полупустой зал. Я это никогда не знал, это недавно я раскатал и прочитал. На премьере ревизора что-то так. А забоченность было не этим, но другое дело у них там были выдающиеся посвященные люди. Они, после окончания первого сезона собрались и увидели, что они в полном не очень платить за помещение. Стамиславский заплатить не мог. Он не мог заплатить, и это никто не понимает, почему он богатый человек не мог заплатить. У него не было денег. Деньги были вложены в производство, в фабрику. А забрать их оттуда он не мог, потому что он бы, может быть, не рискнул бы это сделать. Он жутко прогорел на обществе литературу и искусство при Теченках. И он не мог вложить, потому что это тот договор, это туда вложено. И это вложил дед, и отец вложил, и там был компаньон, и он свои деньги. И поэтому у него богач невероятный. Вы не представляете какой. Не представляете. В конце 19 века в России была поговорка, если человек в Москве шевырял деньги, то ему говорили, слушай, это же не Алексеев. Это невероятно. Богатый человек, но не имеющий денег, он их оттуда забрать не мог. Поэтому он должен был собирать деньги. Но это же не коммерческий театр. Он неозабочен. Иногда у Неверозыча мне очень нравится, он ему говорит, что нам нужны летние света. у него была кредитница и так и так. А весь конфликт, что это лаборатория. Ну кто сейчас ну в наших театрах про это не говорят. Некогда и в логарстве нет прогноза куда-то происходит. И ладно, это даже не в этом, но нету камертона, настроя на это. есть другое. Ну может быть вот тотритаризм, где больше всего была порнография в Европе. Я был в Испании через год после падения Франко. Там ходили шведы, которые считали свободны, и говорили ну то, что тут мы никогда не видели. Потому что Франко держал их десятилетия. За три года до падения Франко парень, который провозал девушку после кино, он стоял на улице, она за решеткой заходила к себе домой, не разговаривая через решетку. Было очень строгое католическое воспитание и строжайшее. И когда это рухнуло, то примерно наверное мы только чтобы не погибнуть под осколками развалившегося здания. Потому что оно разваливается, а осколки разлетаются под судом. Поэтому я в принципе отвечаю на ваш вопрос, а не ухожу в сторону. Это очень в мире есть масса театров, которые живут под Станиславском. Я должен вам в сентябре эфицируют в Бразилию. Я работаю с этими ребятами уже. Это замечательно. Они собираются. Ну это не постоянно это не репетрант театр. Они играют идиоты стоят в бразилии понятие как Самарканди. А на самом деле это Сан-Паулло это город где больше 20 миллионов жителей, город больше чем Москва. Совершенно великолепными залами, театрами. Ну и вообще молодая экономически развивающаяся бурная страна. Я прочел исследование прогноз американских про экономики они пишут так, что они пишут первое место все-таки удерживают Соединенные Штаты в 30-м годах. Второе место Китай, третье Индия, четвертое Бразилия, пятое Индонезия. Европы вообще нет в этих первых странах. Там происходит но простой качество они играют вот они сейчас в Брюселе на кастроле играть замечательный спектакль они играют два вечера и вот я там сделал спектакль который называется пространство чекла об этом я вам расскажу не о самом спектакле а о уроке этого спектакля я начал просто как занятие кто возник спектакль что это такое пространство чекла это играет все первый акт чай дед второй акт дяди вас третий акт это третий акт трех шестер пышневый сад пышневый сад он поступил в этом году и приехал он замечательный переводчик знаток русского языка почти без акцента сказал спасибо тебе дорогой я не видел так значит вишневый сад и четвертый акт три сестры но что в этом опыте интересно это достаточно хорошо поставлено интересно почему потому что вот первый акт вишневого сада идет на улице там замечательные деревья то есть чай конечно чай так потом переходят для дивания идет в абсолютно классическом старомодном интерьере вот синагазии как бы и разные стилища пасанов чехов исследовались но абсолютно вот как раньше что называется четвертый третий акт вишневый сад идет белое пространство где только белые стулья очень красивое пространство а в середине как бы объединенное пространство где идут три сестры где все сходится но называется пространство чехов так и назвали естественно это метафорическое название относящееся не только к географии но что интересно я никогда не представлял зрителя бразильского допустим и русского как могут смотреть спектакль там же разные герои не то оказывается играли спектакль деда лучше знает сколько его играли это не лабораторный спектакль а шел широкий зритель я все время это для меня было так а как они пьесы не знают значит они только три героя а там другие ну типа у чехов так сказать похожие но все равно это разные сюжеты уровень вообще мне кажется зрителя настолько вырос что сейчас как раз есть возможности для этого уже не надо объяснять где происходит место действия так вот я ужасно боялся песни стопорта ну как же так она играет одну роль играет дочку а во второй акции она играет маму как это поймут а это вообще никаких вопросов не возникало быстро понимают и вот это был для меня урок думаю я более консервативен чем зритель я волновался больше чем есть на самом деле а как правило их консервативно снижают и тогда делают что-то для них чего они не затуживают они заслуживают гораздо больше и занимают больше но там так почему я сказал вот там люди вот сейчас я буду стоять второй спектакль буду работать в августе и сентябре я уже ездил раз начал подготовку актеров сейчас поеду в феврале на две недели еще раз ну что потрясающе актеры говорят да давайте нам спектакль не так классно ну спектакль нам нужно репетировать нам нужно вот их интересует они деньги ну ладно мы заработаем они отдают свое время то есть посыл не результатив потому что они говорят ну спектакль так и ладно могут делать и так но не этого они ждут они ждут если как он что-то такое то есть разницы особенно нет между нашими актерами и там где вам взаимопонимание режиссера вообще это такой вопрос знаете это анастасия помните был такой критик написавший диссертацию о национальном искусстве и так далее но раз он хорошо видел и тихо меня спросил ну ты работаешь с латышами и с русскими разница в руке это можно писать в результате это чепуха у меня точная формула по этому поводу выработана все плохие артисты во всем мире похожи друг на каждый хороший это целый мир не снимите вы на пленку Смоктуновского вы что скажете что это русский артист да непонятно он швед русский англичанин это Смоктуновский и любой хороший артист целый мир а вот ну так похоже хоть украинский театр хоть бразильский это одно и то просто очень долго существовал долго просто очень существовал вот этот миф поэтому как бы было интересно он существовал но он имел такую идеологическую направленность ну нет я в это не верю ну как каждый замечательный ну есть конечно поправочный коэффициент ну безусловно есть но это именно как говорят математские поправочные коэффициенты но не суют не сует, а иначе мы ничего не могли понять. Это все равно, знаете, как я когда-то в Латинскую Америку компот из вишен возил, чтобы показать, что такое вишня, у нас была зима, но не конкретно ничего не было вести, да и вишню трудно-то вести, но это все равно, что мы бы там Ночи Гуаны видимся играли, не видели игуаны, и от этого ничего не понимали. Нет, особенно сейчас. Ну, есть какие-то, но иногда тебя на родном языке не понимают, так что товарищ подременный, или что, на одном языке говоришь, да. У меня вчера было, вот когда поставили елку на трассно, я стою около этой елки и смотрю. Ну, вот все, чтобы уничтожить запах елки, там сделано. На этой елке, ну, 70-100 шаров, какие-то еще штуки, а сверху посыпаны, так же остался конус, такой вот, да, трюк, вот, в игрушках. И я, так что, и думаю, что же это за елка не падает, ну, полностью, ну, веточки не видно, и все засыпали, это... А женщина ко мне подходит, видимо, принимающая участие, принимавшая участие в оброшении, ну, поскольку ей нравится... Нет, не речь, да? Почему? Ну, так больше вот так елка, есть пять шаров, шесть там, верхушка. Она говорит, а знаете, как про женщину говорят? Нарядная, как елка. Чтобы все было не видно было. Ну, я... Разговор их прекратил. Ну, она меня запомнила. Когда через... у меня была режиссерская лаборатория, через три часа выходил, она мне говорит, а хотите я вот около елочки с фотографией? Ну, конечно, я сказал, хочу, но некогда. Но я не убежден, что я хорошо знаю, может быть, есть... Вот что-то интересное делают в документальном театре, говорят. Но я не люблю такой театр, поэтому не хочу. Но, наверное, что-то так пыльное, важное и... Я не так просто не знаю. Но... Ну, другой мир. В Переславске должен как-то... что-то там должно измениться. Ну, как Мариус Макнебель рассказывал замечательную историю. Она пришла в театр. А Станиславский... Он к ней особо относился. Машенька, Машенька, все называли. Ну, потому что отец Кнебель, они не знают книги. И Станиславский говорит, за мной садится с ней на извозчик и куда-то едут. Едут, едут, едут. Она, глядя, совершенно перепуганная, не понимая куда, молчит, ни слова не говорит. Подъезжает к какому-то фотоателье. Это она рассказывала. По-моему, она не написала эти видео. Выходит, ну, подводит ее к какому-то фотоателье. И она в ужасе видит, а выставлена ее фотографией. А без ее разрешения она фотографировалась и так. Видимо, хозяина приехала. И у нее фотография написана артистка, насколько выходит с артистом. И он говорит, и вот это артистка художественного театра. Сел, уехал и оставил ее. Я еще нашел на втором, первый раз, когда они поездили в Кисловодск, по-моему, на третье госсуществование Уканда, он подошел к артеру и сказал, артист, который носит такую галсту, не может быть артистом художественного театра. Ну, это, видите, просто поездка такая. Все где-то там. Но, самое интересное, что это, там предметы мифологии, да? Не знаю, на ваш вопрос можно долго отвечать, но это не пропадает. Но вот где это произрастает дальше, это неизвестно. Может, на этом же поле, а может, где-то совсем другое. Пропасть-то не может. Пропасть не может. Тем более сейчас, когда едут ученики. Кто-то мне сегодня, нет, нет, не сегодня, вчера, что-то говорили об Италии, и кто-то был там, где не был, назвали правительство, это же название, я не знаю, на севере Китая, где работают. Я говорю, два ученика РФ. Подождите, ну, не важно, я сейчас не могу вспомнить. А ты вот там не был? Я говорю, нет, я даже не слышал про РФ. Он говорит, там потрясающий театр, там работают два ученика РФ. Я вспомнил о том, буквально вчера. И, может, там вот это все, и они набрали. Тут большие лейкзаки. Даша? Спасибо. Какие современные театральные спектакли вы рекомендуете посмотреть? Ну, я сам не хотел все это помнить. Я могу сказать, какой на меня произвел очень сильное впечатление, и так, куда падая, обратная сторона Луны. Вы видели меня? Да. Да, да. Это на меня произвел очень сильнейший. Так, где не красит? Я мало, не так много. Я не знаю. Я видел один шлипат, который на меня произвел эволюционное впечатление. Это я вам расскажу. Но вам это не понравится много. Но все-таки я вам это расскажу, потому что, если бы мне рассказали, мне бы тоже не понравилось. Но только в рассказе. А вот это есть много. В Бразилии есть театр, который построил совершенно замечательную Длина. Архитектор… Диего, ты мне поможешь? Можешь. 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 Театр Длина Банельская – это ученица Немейра, знаменитого, который построил эту страницу в Бразилии, выдающийся архитектор. Театр – это… Ну, вот как вам представьте. Ну, смотрите. Вот такое вот узкое пространство. Зрители сидят на трех этажах. Но очень длинное. Очень длинное. А вот зрители друг друга видят. Сама площадка, ну, вот скажем, туда, ну, больше немножко. И на стороне на трех этажах внизу еще три этажа сидят зрители. Утапливается все. Леспол может открываться, уходить за длину и так далее. Спектакль начинается. Я хотел привести даже экран, но я не нашел здесь. Ну, там никак не работает. Значит, смотрите. Жители приходят в театр. Им дают такие номерочки. Ну, такие полосочки зеленые. Оказывается, они должны выйти из театра и идти по улице. Это почти такое карнавальное действие. Вместе с аферами, загримированными. Они идут. Что, мне кажется, потрясает, что полиция, значит, останавливает машину. Они идут там минут 15, проходят к какому-то дому. Там на третьем этаже дома, это снято, значит, сидит женщина в черном, с черной птицей в окне. Там происходит такое действие. Приносят, козленка приводят. Вот такое народное, как бы, ритуальное действие. Потом они до Павлица приходят на пустырь, где смесены дома. И наверху это птица, только это уже человек, актриса. Наверху такой мусор-мусор. Там шатур. И в этом шатуре идёт действие на такие темы рождения человека, в общем. Эфосная. Эфосная, притчевая. Это уже часа полтора проходит. Потом все идут в тот театр, куда пришли. И поэтому тут дают номерки, потому что возвращаются в этот театр. И там начинается спектакль, который идёт пять часов. Это спектакль невиданной энергетики, необычайно красивый. Но так увлекающий зрителя, ну ещё матиноамериканского зрителя, этот спектакль очень зрелищный, очень интеллектуальный. Но он так заводит людей, актёры постепенно начинают обнажаться. Я бы никогда не поверил, что мне это может понравиться. Включая главного актёра, которому лет восемьдесят. И начинают играть полуобнажённые, как совсем обнажённые. Но ты не замечаешь, как это происходит по ходу этого карнавала. Ну, карнавального действия. И потом начинают обнажаться зрители, они заводят так, но без всякого насилия, кто хочет. Ну, ни в коем случае. Там они в середине спектакля, это импровизация, они вытащили меня в середине, но я рискнул до пользы, значит. Это, знаете, какая сила? Но актёры фигуры абсолютно не модельные. Потому что если бы это были модельные фигуры, то люди абсолютно самые разные. Козлявые, полные, ну как человечество, как люди, как птицы, да? И поэтому зрители не чувствуют свои дистанции, что вот они одни, а там другие. И они включают радость в общее действие. И это возврат чувства детства. Я понял, почему такая радость. Потому что, когда тебе 4 года и ты купаешься в речке, то девчонки и мальчишки, значит, купаются совершенно не думая об этом. Все в речке и в деревне в реке купаются. Вот они возвращают. Но это, конечно, не касается Станиславского. Хотя он прекрасно, знаете, Станиславского. Очень образованный человек. Главный руководитель этого театра. Но просто это другой путь. Это интересно всегда, что переворачивает твое сознание. Если бы не рассказали о столах. А дальше? Ничего. Я первый раз видел, когда у зрителей... Это возврат детства, первозданность. Первые такие вот какие-то ощущения радости мира. Без деления, без конфликтов между полами. Никакого социального смысла. Вот никакого. А какая игра была заложена в это? Игра... Ну смысловая. Сотворение человечества и развитие, мифологизация развития человечества. Но от конца вернуться к началу. К тому первым чувствам человека в детстве. Как бы возврат к детству человечества и возврат к детским ощущениям радости жизни. Ну замечательно. 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 При этом технически он сделан невероятно. То есть онлайн на дистанции 9-10 экранов, которые тут же в синхронно ведут актерскую импровизацию, да? Передают на разных экранов, включая на полу. Поскольку люди на трех этажах. Это очень интересная штука. Но я вам советую посмотреть. Играет актер в свое удовольствие. А что посмотреть? Ну актеры у нас замечательные. Актеров надо смотреть. Актеры. Актеры. У нас конечно что-то. Вот наша система. Ну если так честно говорю. Я вам так скажу. Мы никогда не применяем работу с нашим артистом на работу с людьми. Но у них система ну примерно такая. Если у него 50 процентов. У бюджетского актера там 50 процентов возможностей. То все сделано, чтобы он работал на 60. А он на 100 процентов возможностей работает на 50. Система организации. И она к этому ведет. Потому что потенциал актеров. Ну конечно в нашей школе. О чем говорить? Тут нечего говорить. Я снимаю. У меня Юлия Шумахунский. Польский кинорежиссер. Я говорю. Кто кто будет снимать? Русских актеров и американских. Все страны никуда не залезают. Ну это не так. Но конечно и они когда приезжают. Вопрос реализации. Вопрос реализации. Это многое есть. Мне неловко говорить. Я бы подпочел, чтобы тут не было вот этих замечательных артистов, которых я вижу. Тогда бы я с молодежью говорил по-другому. Я бы не рассказал, какая труппа в молодежной. Ну вот тут Егениев Стивна с Глушенко и Людой. И ребята сидят. Мне неловко как-то говорить. Чтобы они не решили стоять и говорю. но первое классное, там есть 15-20 артистов высочайшего класса. А почему нельзя сказать это приятное? Ну потому что они могут подумать, что я это говорю, а второе, что они тут. Не, ну это правда замечательный спектакль. Замечательный, просто выдающийся спектакль. Выдающийся спектакль, пространство, актеры, драматургия, мысль, которая там вообще... Ну не знаю, выходишь потрясенный, начиная от Игры Бочкаревой, вот я не буду говорить, вот сидят здесь дверной любимые актрисы, но блистательно, и вы там замечательные. Ну просто, ну спасибо вам великое. Я иногда думаю, вот когда смотрю, вот, ну приходил, я тут мало, и с удовольствием встречаюсь, и на каждом спектакле, когда могу, когда я в Москве прихожу. Но, знаете, там есть, вот говорили в БДТ, замечательный актерский ансамбль, да? Ну там весь такой же ансамбль, ну почти такой же, но там двух-трех фильмов нету, которые там, вот, автономы были, в смысле актеры. Ну вот, у меня было замечательное работающее, замечательное. Очень мощное и очень замечательно работающее. Но я думаю, что это в Западном театре было такое количество мощных актеров, и он бы создавал очень много спектаклей. Бывают хорошие актеры, а не получается спектакль, а здесь удалось все. Понимаете, вот удалось все. Ну вот так случилось. О мощи, о запасах, которые никто не ценит, которые, я сейчас не говорю про театры, а и публика по-настоящему, не знаю, на это надо работать. А сколько вы репетировали этот спектакль? Просто интересно. А я календарно долго, а практически, я думаю, месяца три, не больше. Ну это хорошо. Потому что там разрывы были большие. 21 февраля была первая встреча, а потом стили в ноябре. А показывали в июне в конце. Ну, да, значит, февраль, маль, апрель, май, июнь, пять месяцев. Пять месяцев. Ну, берем, выезжали. Месяца три. Месяца три. Месяца три. Месяца три. Нет, мая не было вообще. А, вот это было. Да. Месяца. А потом вернулись в июне. Месяца три. Месяца три. Полных, полных. Так. Четыре. Ну, вот знаете, когда я работал в Америке, ну, не так долго. Месяца шесть, семь. Один раз пять. Месяца три. Я задался одним вопросом. Почему у них так замечательные актеры играют в кино? Ну, даже в плохом кино. Ну, уровень очень высокий. Даже там дурацкий боевик смотришь, но видишь, что это... А почему театр такой классный? Да. Ну, а я преподавал в Карнеге-Мэлонге-Университете. Это частный, практически, университет, который в основном готовит для плевута артистов. Университет. И это очень интересно университет. Я Юрий Константинович Борисов это сказал. Он сказал, что я бы тоже, если бы у меня были деньги, все отдала бы в Северинском училище. Это университет, который существует благодаря выпускникам. У них есть... Это вам может быть интересно, поскольку, кстати, я никогда не встречался и у них был университет. У них есть выпускники. Это знаменитые артисты. Знаменитые артисты — это миллионеры, которые снимаются и просто играют, или в телевидении заведут свои переговоры. У них есть иностранный отдел университета. То есть, отдел выпускников. Они иностранные тоже есть. Отдел выпускников. В конце года они отзванивают выпускников этого университета. И те сообщают, сколько они на следующий год вносят денег в бюджет университета. Ну, в данном случае театрального факультета. Как бы, факультет университета. И он существует, но то, о чем мечтали коммунисты. Продолжение рабочих традиций и так далее. Эти выпускники. Потом, на следующий год в течение семейства приезжают, встречаются со студентами, они с ними общаются, рассказывают, как они работают, как было раньше. Ну, понятно. В общем, происходит общение. Один раз, у меня даже был смешной случай, мне позвонила секретарша ректора, которая сказала, у вас сегодня будет на репетиции, ну, назвала там имя большого артиста. Я очень возмутился этим хамским тоном, что вас будет. А в контракте у меня написано, что я только представители прессы должен допускать на репетиции. Но раньше, когда я начинал там работать, я ничего не понимал, и они со мной что угодно делали, а тут я уже стал акулой, я сказал, у меня в контракте не записано, что я тут буду допускать артистов на репетиции. Ну, у них хамский тон, у них очень много хамского когда-нибудь. Бат-бат, так. Заискивающий звонит через пять минут рептор. И сказал, пожалуйста, если можно, вы допустите дело, что он хочет посмотреть, и если ему понравится, что сейчас делается, он полностью субсидирует нам следующий спектакль и так далее. Ну, оказался милейший человек, и он был на репетиции, мы в том с ним общались, очень хорошо. Ну, почему я спросил, почему я вспомнил об этом? Потому что задаю все вопросом, ну, почему они так в театре, ну, нету театра драматического. С одной стороны, понимаешь, что он и не может быть, но он не может быть в сыпой стране, благополучной. В стране, где каждый гордится гимном, флагом, судом, полицией, магазином, выборами. Ну, вот, всем гордится, да. Ну, в такой стране театр, драматический, растающийся из хаоса, не разберись, да, он просто не может быть. Может быть, красивый музыкальный театр, замечательный, ну, такой, такой буржу. Ну, но, раздрызгивания нету в театре. Ну, почему в кино-то хорошо играет, а в театре нет? И я ничего не помню. А потом, когда я очень много с ними разговариваю, потому что, когда человек на него обращает внимание, его начинают вести индивидуально. К нему тут же представляют, как ты представляешь, да, нет? Представляют. 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 К нему представляют человека, который занимается с речью с ним, отдельно, занимаются движением. занимаются его внешним видом, имиджем, занимаются его рекламой, делаются педагоги по мастерству, актеры индивидуальные. Вокруг него образуется штат людей, его продюсер, называйте это неважно, продюсер, режиссер, директор, он его начинает вести. И вести и внутренне по мастерству, и вести по его входению в этот мир. Это меня потрясло, вплоть до того, что он ему точно определяет, сколько он должен появляться. Вот две роли, да, а три будет много, одну маловато, он еще определяет, но словно человеком ведут. Я вижу в некоторых театрах, набирают группы молодых артистов, я вижу, что это талантливые. Они даже ничего не произносятся, я вижу, но это все видно по их проявлениям, по пластике, по глазам. Ведь трудно понять уровень, до чего человек может дойти. Вот этого понять нельзя, это во многом зависит от него, еще как он будет жить, как развиваться, но задатки ведь очень часто видны. Но они еще брошены в море, их никто не ведет никуда. Они просто вот взяли в театр. Когда говорят слово взяли в театр, это вроде взяли в какое-то замкнутое пространство, да, которое их вот так и забрали в какую-то комнату, в сторону закрыли и взяли в театр. А на самом деле они оказываются какой-то абсолютной беспрежностью, беспрежностью. Они-то входят, входят, что-то играют, что-то... А это же вести надо. От ролик к ролику. В этом же преимущество жизни в своем театре. Вот у меня так получилось, что две режиссерские судьбы. Одна судьба, вот 30 лет, со своим театром вот так вот вести, а отрываем без своего театра, скажем так, да. И я вижу все преимущества и недостатки. И лучше своего театра ничего к нему. Какие бы там у тебя не были преимущества, там... Не может. Но что подлезу вегае, что он дает, какую он дает возможность? Он дает... Вот репертуарный чашка Станиславский. Он дает одну возможность. Разрабатывать тип спектакля. Это марафонский бег. А это спринтерский бег. А психология марафонца совершенно другая, чем у спринтера. Марафонец может проиграть первые пять километров. Он догонит на десятом километре. Он может даже уступить там... Когда ты со своим художником, со своими актерами... Сам спектакль становится частью, не конечным, вот... Единственным, вот спринтерсом. Сто метров надо все... Не нагонишь. Это вот десять секунд. А тут же расчет на то, что... Ну ладно, это мы проиграли, зато вот эта сцена... Мы нашли что-то, что можно развивать в следующем спектакле. И разрабатываешь, скажем, со сценографом принцип какой-то декорации. Который по-настоящему воплотиться может в седьмом спектакле, в пятом. То есть, в конце концов, если говорить о режиссуре, режиссер в твоей жизни может поставить пять-шесть спектаклей, соответствующие его, ну скажем, способности, уровня и так далее. Да, даже Терезлав, Мир, Кольф, вы назовете вот сразу, там, Мир, Кольф, и вы сразу там скажете, там, ревизор, лес, там, маскарад, да? Назовете пять, ну может шесть, ну, примерно так, да? Уже там, скажем, замечательные спектакли, которые он делал там многие в советское время, не назовете. И у каждого, там, Адриэна Ликобрер, там, Таиров, и любой режиссер, для этого очень многое должно сойти. Очень многое должно сойти. Чтобы вдруг в одном спектакле все, что ты делал, вот этот дек, вылился на последнем рывке. Поэтому это разное. И вот Станиславский, он как раз, он же принцип. Вот смотрите, что он делает? Он разрабатывает семь лет. Все, что связано с типом Чеха. Он спектакле с этим. Ну, в том, во-первых, Чеха убирает. Немножко помогает Горьке, который как, ну, немножко он его служит к отношению к Горьке. А потом он переходит к Митамлинку, к Леониду Андрееву. Начинает разрабатывать что-то совсем другое. Совсем другое. Но это очень большая дистанция. Я почему совершенно, понимаете, для меня невероятное величие Эфроса в том, что он мог создавать свой театр без своего театра. Но именно театр, не спектакль. Понимаете, да? Это невероятно. Это подвиг. Это действительно что-то невероятное. Потому что обычно это ни у кого не получается. Когда свой театр получается, а вот в условиях не своего театра, а спектакля к спектаклю наращивать, создавать свой театр, это, правда, хищение, что ли. Это надо иметь такие силы, такую внутреннюю опору. И художественную. И художественную. И художественную. Но это же, это главное отличие. А от этого меняется психология, взаимоотношения с людьми, контакты с людьми, возможности. Меня гнетет. Я почему получаю невероятное удовольствие, получая в Малом театре и сейчас, потому что там очень много люди говорят друг с другом. Я не успеваю поговорить. Про представьте, вот сцену, там где-то условия были хорошие, много было, пожалуй, сцену, тревожную. Я не успеваю поговорить с артистами. Я не имею времени. Вот это ужасно. И я не найду способ, как это чем-то иметь. То есть, это ничем, видимо, нельзя, это не иметь. Но когда есть вот этот выпуск, и задача только совершенно локальность. Петь, организовать это как-то... А можно ремесленный вопрос? Да. А? Вот почему. Вот мы знаем, что актер должен иметь такую волевую составляющую. Вот режиссер сказал, вот так вот нужно сделать. Вот. И ты должен сделать именно сейчас, именно вот так, как предлагает режиссер. И, допустим, вот как мы смотрим, когда зеркало Тарковского, или там 8 с половиной Феллини. Вот я смотрю, как разница одного художника и другого. Что если у Тарковского можно гадать, куда бежит женщина, что она, куда она забегает, что она там что-то меняет, или чего-то она боится, что-то какая-то описка, или не описка, что это такое, какое время. Это нужно как бы перелопатить масса пластов каких-то, чтобы понять, что это была какая-то ошибка, там, я не знаю, может, это было активное дело, или что-то, которая влекла за собой там какие-то последствия, или там появляется какая-то женщина. Что это за женщина, какое отношение она имеет к этому, ребенку, Ахматова, или это, или это другой какой-то поэт. То есть я должна это все как бы вот во время фильма, вилами по воде, туда-сюда, я должна сама перебирать эти бусины. А у Феллини это достаточно точно, вот он тебя направляет в камеру и ведет тебя по определенному руслу мыслей. Вот это старики в искусстве, вот они сейчас его будут осаждать, они его осаждают, и он от них отбрыгивается как-то, и какого-то такой бак по дороге утешает, от каких-то сбегает, не обращает внимания, вот это детство, это мать, это ты никуда не свернешь свои мысли, потому что он тебя болево ведет по руслу вот этой камбы, которую он сам придумал. Вот вы говорите, что вы как бы, это самое, не любите как бы точно репетировать, не знаете этого финала своего, этого окончания репетиций, ну как бы мы не хотели, но все равно как бы есть, как много бы мы не хотели тратить время там на что-то, но все равно есть, так не бывает, что нет плана, особенно на Западе. У них там за пять лет составляется, вот вы это начинаете, ровно через каких-то недель вы заканчиваете, нет другой практики, просто нет. Вот как при этом режиссер, он должен иметь ту же волевую составляющую, что что бы не мешало, я должен сегодня выполнить это, это и у меня должно еще остаться там полторы-две недели, чтобы как бы, чтобы сделать прогоны, чтобы актеры не были, были ответственны за все на свете и за режиссера тоже. Вот как вы полагаете, это должно быть у режиссера, не знаю, вот такой коварный вопрос. Коварный, я, нет, я вопрос понимаю, я о нем очень много думаю, но, понимаете, мне кажется, что кино, тут другая история, я у Фелиния, куда он ведет, по-настоящему кинорежиссер делает на монтаже. Он очень много снимает. Ну да, но это другая, другая, другая. Он во время монтажа или специально расставляет лишние метры, да, вот куда она пошла, или подрезок, это понятно. Другая технология. Что касается режиссера, вот есть одна такая, для меня проблема, я, как с моим опытом, я о нем много говорил. Вот есть еще, кроме методики, предрасположенность человека к той или другой методике. Ну, например, да, я могу учиться у книги, ну, предположим, точно, предположим, точно, но есть ли моё художественное организм, может быть, я могу изучить этот метод, но я не импрессионист, я могу изучить технику кисти, да, как они делают мазок, это можно изучить технику. Ну, по природе, да, я Рубенс, ну, предположим, да, я эту технику могу изучить, но она меня не выражает, эта техника. Не знаю, что надо. И такая же история происходит и с актером. Есть тип актеров, которые очень долго созревают, что ли. Есть такие, которые любят каждую репетицию, должны принести, вот, сегодня мы делаем это, да, то-то, то-то, то-то. А есть, которые, вот Юрий Ярков, замечательный был артист, в котором и Тарковский работает, да, естественно, делал герои. Я думаю, когда я его не знал, я сказал, Юрий, если вы с чем-то не согласны, вы мне скажите, ну, вы будете репетировать или нет? Он не репетировал, ну, очень долго. Вот у него тетрадочка, он там что-то записывает, что-то проходит, не включается. Не надо репетировать. И, наконец, меня надоело и сказал, ну, как, будем репетировать? Ну, скажите, что-то делать, что-то будем? Он доживает особо с путем. Я, например, вот если о себе говорю, у меня абсолютно болевой, я все точно знаю, в том этапе, почему я об этом говорил, что для меня это драматическая цель, в том этапе, когда я уже на сцене, да, вот, вижу актеров пространства и их взаимоотношения в пространстве. До этого немножко больше ощупью, так сказать, ну, понимаете, мужчина за женщиной тоже по-разному ухаживает. Один ошарашивает и добивается определенной цели за определенное время. Он в горе ухаживает долго, ходит там, цветочки, присматривается, там так-то, так-то. Тут очень много такого интимного, я бы сказал. И поэтому в условиях нормальной работы возникает внимание друг к другу. А в условиях, ну, да, и необходимости такой очень, я не могу однозначно ответить на этот вопрос, не потому, что я не хочу ответить, а... Хотя, вот, для того, чтобы, если театр, это искусство, он должен жить, конечно, я понимаю, по законам смешанных искусств. Невозможно представить, что в балете кто-то репетирует ощупь. А ты пришел, ты должен, вот, сегодня... Должен поднять и пробертить. Да, пробертить. Но, с другой стороны, у меня совершенно потряс рассказ, что я встретился с ассистентом Бижара, которая дочке рассказала гениальную репетицию Бижара. Он еще репетировал большой, он массовый, так, и там, ученики балетные. Он придется, смотрел, и говорит, слушайте, а вы спеть что-нибудь можете? Что вы себе научите? Бижара провел лепетицию, создавивший балетный подвал, там, который дирижер, чтобы они спели, да? Она рассказывала об этом совершенно замечательно. То есть, в основном, по мере импровизации. И тут есть еще такая вещь, что ведь каждый спектакль, это же по-другому, в зависимости от материала возникает. Но, если, как по теории, на каждой пословице есть ответ другой. Такой пословице прямо в противоположной. А если скажу, а, хорошо, а как в литературе? Ну да, Политина же сделал так, а Пушкин не знал, что она видит замок. Писал, писал и не знал, к чему он видит. А готов, а потом, ай, допустим, сын, что с девушкой Татьяны не знал, что пока. То есть, у него не было плана романов. То есть, чертежа той точки, куда он вел, у него не было. И вот, вот эти два улица, ну, может быть, и хорошо, что мы живем среди вот этих границ. И, конечно, плохо, когда, вот, 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 живешь в таких границах. И иногда, в МОГу думаешь, что нету свободы. Когда свой театр есть полная свобода, я помню, когда, наверное, да, у нас были репетиции, когда я приходил, сказал, а пошли в кафе идти. Все, не вижу. Ну, во дворе однажды репетировали. Во дворе, или что, в театре? Кто репетировал? Ну, во дворе репетировали. Во дворе на улице, да. Ну, а в Станиславске, когда увозил их туда, они гуляли, там собирали гривы вечерами. Вот у меня есть режиссерская лаборатория. Вы знаете, где самая лучшая лаборатория такая? Только, когда их выводишь за рубеж. А мы не выезжаем в большие города, а наоборот, места, где, ну, никаких извлечений, с одиннадцати лаборатория, пообедали, опять лаборатория, вечером выпивают, там, пьют чай, кофе, водку, там, виски, и продолжается лаборатория. И люди так соскучились по такому, ну, вот, как сказать, в жизни, да? А в связи с этим можно вам задать вот то, что вы сейчас говорили, вопрос? Вот. Ну, я вот для вас как-то... Я сразу прошу прощения за детский, может быть, очень вопрос такой. Почему я по детски ответил? Вот, мне надо как-то, может, не отвечать. Вот. Но вот для вас, как для художника, как вы считаете, вот, режиссёр, всё-таки, ну, скажем так, его миссия, да, в театре, всё-таки что первичнее, его самовыражение на театре? Или всё-таки, как бы, он должен ставить перед собой какую-то, ну, цель такую нравственную, что ли? Должен ли, ну, скажем, такой вопрос дополнительный, как вы считаете, может, должен ли театр, ну, скажем так, пробуждать в зрители какие-то вот лучшие его чувства, возвышать, поднимать, а не просто вот заниматься самовыражением, как у нас очень много-много режиссёров это делают. И чем интереснее индивидуальность режиссёрская, тем затейливее, конечно, он это делает. И иногда смотришь и следишь за этим, потому что интересно, интересно вроде индивидуальность, а выходишь с пустой душой. Я понимаю, я так скажу, да, ведь поставить задачу самовыражаться тоже нельзя, это невозможно. Ну, я, нельзя сказать, я буду новатым, понимаем. У нас ставят и занимаются почему. Ну, это вот, при готовом. Даже на государственном уровне. Ну, да, ну, я тоже, вот, я не знаю, это невозможно. Но я пытался себе ответить на этот вопрос, вот что может сделать театр. Я не хочу преувеличивать его воспитательную роль, но и преувеличать тоже. Я, ясно, как-то для себя понял. Он может выводить человека и в состояние душевной статики, и переводить в состояние душевной динамики. Вот так, понимаете, мы все живём, все люди ленивые по природе, да. Мы, вообще-то, живём, как живут больные радикулиторы. Вот когда у тебя радикулисты, ты всё время ищешь положение, как бы тебе занять положение, которое не болит, да. Так повернёшься, болит, так повернёшься, болит, да. Вот, нашёл положение, не болит, да. Так примерно живут все люди, потому что, ну, надо обвести себе какой-то комфорт, да. Ну, постепенно этот комфорт переходит в душевную ледность, да. Дать какое-то движение, вывести человека из состояния статики, это можно, потому что выводит из состояния статики впечатление. И это единственное, что у человека нельзя забрать. Вот его в тюрьму посадят, что угодно, но это у него запас каких-то впечатлений, это его богатство единственное, которое нельзя отнять, пока его не расстреляют или он не умрёт. Он с этим живёт, с этими впечатлениями, там, от детства, от театра. Ведь тут же сюжет уже не ваш. Вот я для себя ясно понимаю, что такое замечательное артист. Когда в конце концов, не важно, что он играет, а сам факт его присутствия на сцене тебе доставляет эстетическое удовольствие. Извините, я заостряю, тут же по нормальной логике он не может сказать, как неважно и так далее. Ну, вы понимаете, что это относительно. Да, я понимаю, понимаю, да. Но то, как он ходит, как он говорит, как он смотрит, как он кладёт шляпу, как он движется, это для меня редкая пороза человека. Вот редкая, каких-то таких нет в природе, да, или их очень мало, а не единицы. Они, мне, сам факт, я сразу понимаю, ну да, но там игра, капец, плохая, ну ладно. Но я вам всё же сказал, вот это замечательно, это впечатление остаётся на всю жизнь. Ты забываешь, что играть, я был мальчишкой, меня повели там на болезнь. Ведь человек запоминает благодарен актёру, знаете за что? За те чувства, которые он испытал, испытывает в виде его. Вот я помню, я смотрел там «Лептиное озеро». Как ему там разобраться? Кто оделя, кто одета, почему одна чёрная пачка, другая белая. Но вот запах канифолии, раздвигающегося занавеса, шуршание стук пуантов. Я запомнил, каким я был, какой восторг я испытывал, смотря это. И зритель должен быть вечно благодарен артисту за то, что он вдруг испытывает чувства, которые он вчера не испытывал, когда занимался ежедневными заботами. Жизнь этого человека состоит из чего? О, Толстой говорит, что самое трудное – это записать один день человека. Все мысли, все его действия за день. Но, в общем-то, всю жизнь люди живут, то есть каждый день локальными задачами. Сделать то-то, смотреть это, купить это, успеть туда-то, не опознать сюда-то и так далее. Решить то-то, достать деньги, позвонить туда-то, позаботиться. Вот, видите, состоит из этого. Но есть два-три часа в театре, которые дают возможность посмотреть. Ну, как бы… На себя, на себя. Есть еще и другой… Вернуть… Есть еще. Ну, так сказать, я благодарен, но сейчас все равно читаю «Капитанскую дочку». Это что-то не будет. Это что-то не будет. Как это? Что это? Не понять секрета. А вдруг-то там взяли молодого пацана и послали, а он, значит, вдруг увидел какое-то огромное пространство, на котором происходит бог знает что. Вот, пугачевые, тучелатые люди, как раз паразит. Просто паразит. Но театр может вывести состояние… Я часто думал о том, что люди, извините за тавтологию, любят любить. А ведь вещь очень простая. Они открывают в себе новые, но еще неизведанные состояния. В этом же… Вот почему так? Человек радостен в любви. Потому что он открывает в себе то, что он… Полагалось себе, да? Что что-то по-другому взлетает все внутри. По-другому. Другие реакции. И сразу меняется круг интересов. И больше ничего не надо. Больше ничего не надо. А как? Показывается все… Там любовь проходит, ее заполняет футбол, телевизор, смс или еще это. Пустое пространство начинает… Чем-то его надо заполнять. Чем-то надо заполнять. Но театр может это сделать. И он это делает. Но самовыражаться… Знаете, я вам так скажу. Вот так. Что Станиславович считал самым главным? Обрести свободу. А до конца все это сводится к обретению свободы. А перед режиссером – это та же задача. Та же задача. Потому что ничего нет уродливей в театре, чем зажатый режиссер, который приходит перед премьерой к актерам и говорит, играйте спокойно, не обращайте внимания на зрителей, все готово, будьте раскованы, никакого внимания. Значит, если ты так создан, ты так репетируешь, ну и репетируй. Это твоя свобода. Если вот свобода самовыражения, ну, нельзя ломать. Что такое, я знаю, что я испытывал молодой режиссер. Я же не режиссер, я играл роль режиссера. Понимаете? Я играл роль в режиссуре. Самое страшное. Все остальное, ну, кажется, со своими недостатками, там, достоинцами и так далее. Что самое страшное? Это профессия. Замещает, как вам сказать, вот спросите у людей, что такое режиссер. Вам все ответят по-разному. Это профессия 20 века, которая вместе со словами тракторист, программист, ты пишешься, вообще никого не интересовало в 19 веке, что Станиславовка. Ну, кто спрашивал, кто организовывал спектакль? Смотрели, чьи на артисты, да? Какое-то он делал, кто ему там помогал, или кто там говорил, как надо говорить, или какой-то... Никто же не предполагал, что эти люди станут так же знаменитыми, как военачальники, как Наполеон. Человек, который даже не знает, в жизни не был в театре, ему скажи Станиславовске, ну, большим словом, сказать про театр или что-то. Это же об этом никто не думал. Значит, это появилось в новой европейской грамме, когда появилась необходимость, она была построена по другим законам, не по центробежным. Появилась новая драматургия, да? Как сказать? Вот представьте себе спектакль «Отелло». Там может быть все ужасно, но если там гениально играет «Отелло», да, артист, ну, можно смотреть. Ну, интересно. Ну, если пьеса Чехова, Уильям в случае всего сказала Чехову, он сказал, ну, это очень плохой драматург, потому что его могут играть, только очень хорошие артисты. Ну, если его играть плохие артисты, фук смертный. Ну, да, сидела ногу, там, это... Какая разница, она в черном платье, с чего-то... Ну, нет, нет, нечего смотреть, да? А значит, появился человек, который должен был музыку этого... И мало того, спросите у режиссера, в чем профессия, тоже ответят все по-разному. Но если свести все ответы вместе, то две функции, они очевидны. Это организатор зрелища и сочинитель, поэт, скажем так. Ну, сочинитель, да? Так вот, вот эта функция первая, она стала доминировать в режиссуре. Ее испугался и Станиславский. Он же больше всех испугался. Он джин этот... И, значит, выписал. А потом стал смотреть спектакли, режиссерский. И был в ужасе. Конец света, да? Ведь он же ошарашил. Вы, может быть, не знаете, в 1932 году его привели... К нему привели в особняк молодых артистов в художественном театре. И он им сказал, они вышли, ну, полный растерянцы, он им сказал, в моей жизни был позорный период, когда я репетировал по режиссерскому плану. Потому что он понял, что эта конструкция... А он писал эти планы, он же потом перестал их совсем писать. Вот потом вот этот последний его достижение, вот этот метод, этюдный, он же и родился от того, чтобы вернуть актеру импровизационное самочувствие и так далее. Значит, вот эта вот часть организационная, она стала преувалировать. А поэтическая... Он стал военачальником, ну, таким маленьким диктатором, я не знаю, ну, так сказать... Отсюда его образ. И ты, когда молодой режиссер, значит, от испуга, ты стараешься быть самоуверенным, да, не сказать... Боишься сказать, что ты что-то не понимаешь, или ты что-то не дочитал, или не допонял. И командуешь, командир. А на самом деле, это же вот совмещение вот организатора и поэтического начала, оно суть профессии. Если ты актеру даешь политическое начало, то, конечно, тебе... Ты будешь выявляться сам по себе вместе с ним. А если ты, как бы, только организатор зрелища или, там, командир, то... это же самовыражаться можно и нужно, но это можно только в поэзии самовыражаться. А как можно самовыражаться в команде? Ну, ты громко сказал, ну так, ну еще так, ну организовал так, ну тут, а вот... И степень самовыражения очень ограничено в одном из родителей вот, а поэтическое беспрежно. И когда вот я сейчас считаю, сейчас вышла новая книга, интервью сброса, век, который... Ну сейчас уже все собирается. Вот он спрашивает, в Аксу, по-моему, в чем большее значение поэта? Он говорит, хорошо писать стихи. Потому что на самом деле детский самый глубокий ответ. Потому что когда спитит хорошо, когда при предназначении они людям возвращаются к музыке. Почему я возвращаюсь, все больше проходят годы к величию эфреса, потому что я не могу забыть, когда начинались в 2003, я начинал почему-то плакать по пятой минуте, не понимая чего. Но это часто происходило на эфресе. Я начинал ожидать. А ничего, какой смысл? Еще ничего там вообще персонажи только появились. Мнутренняя музыка, сочинение, ритмическое, смысл он же проходит через что-то совсем другое. А вот я как сейчас помню когда начиналось это, ты начал вибрировать, ты попадал в эту вибрацию. Знаете, как иногда бывает закат, у меня был перед жизни, но не так у меня, но у многих людей, когда день менялся на ночь, и у меня было такое возмущенное состояние. Оно многих людей посвящает во время заката. Кстати, человек в сумме, совершенно верно, когда граница между днем и ночью. Вот это вот пограничье музыкальное было уловлено с такой силой, но это же идет от смысла, конечно, и от замечательной техники, но это же сочинение. А выразился он там замечательно, фантастично, и время выразил себя, и артиста. Но я бы так сказать, не самовыражательство, глупо сказать, самовыражательство еще лучшее. Это какой-то другой процесс очень нечего. Вот Пастернак сказал, главный в искусстве перспективы, есть такая строчка у него, вот вы только что говорили о поэзии, а у вас какая вот внутри, вот что вы хотели поставить и не смогли этого сделать, и если у вас мечта, и ну как-то вы к ней идете вообще, просто, ну если это некорректный вопрос, можете не ответить. Нет, он не корректный, а только не могу ответить. Я бы хотел читать современный пиво. я не вставлю очень много лет, и я очень хотел поставить все для на пиво. Я читаю, ведь вот знаете, я не знаю, как актеры, вот режиссер читает пьесу, и от того, как слова присоединены друг к другу, ритм, лексика, на через две страницы, понимаешь, это дальше твоя пьеса или не твоя, что это такое, я не знаю. Да, да, хотя еще непонятно, как она будет разворачиваться, я никогда не забуду, у меня же театр был великий человек, заведующий самому очень много дало. Вот еще важно, понимаете, нужна компания людей, помогающих друг другу, интересных друг другу. Это, понимаете, когда там рядом есть Теменчик, по театре Китаеву и так далее, то все это вместе, это как, знаете, педагоги говорят, что важно. Ты если правильно набрал курс, на половину студенты воспитывают друг другу, вообще друг другу на тренет, если это хорошо надо, подобран курс, там происходит еще процесс передачи друг другу, и интересный такой. А почему я вспомнил, а вот почему, потому что он мне дал прочитать тогда совершенно неизвестное клядьство при Голковстве, и он мне позвонил, а я прочитал только два я говорю, я эти буду ставить, а он говорит, а что он будет финалом делать, я говорю, я не знаю, финалом еще не прочитаю, я эти буду ставить, там я хочу, что он может как решить, все остальное можно решить, но это какой-то другой процесс, но дети, вот что полезно может быть, может быть, те же человек, которые мы встретились, что я о чем-то подумал, вы о чем-то подумали, вы подумали, ну а в театре я не знаю, я в театре в последнее время клянусь, но может быть, я по стороне театра, я не видел ни одного собрания, где бы собрался коллектив и говорили про театр. Какой ужас! Я не слышал, что сегодня собираются трубки, чтобы говорить о своих стартах, там море, собраны своего образа почему-то а передерутся потому что собраны люди нет вот это весь ответ на ваш вопрос по поводу где сейчас Станиславский или что-то нет ну наверное я понимаю что это есть сложно но так в практике в аппетитах в котором себя работаю я не слышал не слышал собрание это значит обсуждение там нарушение дисциплины или плана или еще чего-то но чтобы собрались люди поговорили о какой момент проживали и где мы находимся и что с нами происходит и что нам делать и нет а как это может быть а значит это не репертуар и вот тут начинается я с одной стороны понимаю чиновников тех людей которые говорят что репертуарный театр не нужен я не понимаю я про но с другой стороны а его нету как идеи репертуарного театра он уже отсутствует тогда лучше собираться на спектакль и вот и вот мы сейчас находимся вот в этом состоянии когда однозначного ответа ну нету нету что честнее ведь где начинается уродство оно начинается тут на заходе есть одна хорошая вещь там человек выбирает человек который снимается ну скажем ну в определенный уровень телепереджения он отказывается он большого деда он оттуда потом туда не перейдет ну один из миллионов потому что все он честно выбирает его интересует вот это но если ты занимаешься другим ну и занимайся другим это может быть хорошо вот ты делаешь кафе да где выступают там это тоже может быть искусство но не надо же ну артист венская оперета не клялся верности Самиславскому это было замечательное искусство там ветка оперета оно может быть надо быть честным перед собой а сейчас когда идет коммерческая продукция при этом человек выступает как апологет там Станиславского да ну нечестно нечестно грустно чего грустно нормально нормально грустно так будет нет там бороться нормально ну но но будет ну конечно трудно трудно я одно могу сказать режиссерам легче вот это я точно могу сказать что это что вы наверное лучше спектакль вы еще поставите а скажите пожалуйста из тех спектаклей которые уже вами поставили есть какие-то особенно дорогие спектакли для вас я вам скажу честно мне кажется мне кажется мне нравится или какая-то или какой-то арт или какой-то кусок ну вот здесь в том что хороший спектакль но там что-то недоработанное если бы я работал в своем театре я бы обязательно сделал сцену подробно вот когда врывается вот вот хороший спектакль но каждый раз когда он ниже спектакля вот когда врывается и недавно я совершенно почему-то вдруг подумал а интересно можно было решить но тогда надо открыть перестановки что это будут тех людей которые между картинами там да да что-то я подумал а можно было видеть да они представляют мне это студенты а потом они к концу спектакля сбунтовались почему эти играют они спектакли рассказывают это и они же устраивают это да ну вот скажем там я даже делал спектакли хорошие спектакли мне нравится там ну скажем в апреле есть очень хорошие вещи но есть некоторые неудачные роли компромиссно уже при распределении как все какие-то обстоятельства сделаны или отсутствие необходимого актера какая-то видимо там может быть надо было его делать или еще длиннее или короче какое-то соответствие времени там в самой сценировке я попал чуть-чуть в плен буквальности там слишком развернутая экспозиция или тогда надо было делать еще подробнее и театр вообще не любит среднего плана вы понимаете выразительно крупный план или дальний а вот средний план он и в кино всегда переходной между средний план это между крупным и он не выразительный так что как театр длинная мизансцена длинный переход общения и очень близкий совершенно не театральный очень выразительный а в средний виловатый получается хотя можно все построить до средних планах но это другая задача поэтому спектакли я заметил потрясающе это я давно еще в своем театре заметил как организм человек-то устроен вот я захожу смотрю свой спектакль я смотрю а потом я заметил что я выхожу покурить в тех местах где дальше цены для меня ну не слишком удачные и не очень интересные я сам смотрю то что мне нравится а потом ну так ну тут я пойду покурить ну сейчас дальше цены сняли спасибо газете правда и недавно не крошусь я даже не предполагал но лет для меня я прочитал его интервью он пишет что два спектакля его оказали существенное влияние с трейлера Вишневый сад и вот Ивана но его сняли это был единственный спектакль который сняли он был первый Ивана и то есть потом начали ставить Олег Еленов поставил и так далее но это был это называлось статья целый подвал который назывался уважать классику название это было это была фантастическая но вот против нее если бы я ее выморал то наверное может быть спектакль и уцелел но я ее не выморал это после я все время мучился и она была придумала своими репетициями ну нет как вот выстрел и занавес закрывается как в театре Корша но он написал для Корша Иванова это же ранее как бы можно выстрел и закрылся уже выстрел это сам по себе занавес да как-то воздуха нет после вкуса что после этого выстрела и там вдруг придумалось выстрел закрывался занавес люди думали что это конец спектакля а потом открывался и там была такая фантастическая сцена омоление тела Иванова которую в некоторых степенях мне навеял рок-анатомии Рейбернда но почему она была смысловая не только потрясающе эффектная а если бы был бы другой артист этой сцены не было но это был очень большой артист созданный для как будто для большой жизни с прекрасным телом еще и грудной клеткой и когда вот это вот тело его некому обмыть его обмывали те люди он который пользовался успехом женщин там Сара Сашенька какие-то случайные люди Зизюшка брали его руку вот так поднимали чего-то там либо так делали да и это вдруг был такой зримый конец зримый очень прозаичный после всего этого это настоящий выстрел точка в жизни ну они писали что это религиозный финал полный но дальше что-то такое что-то они писали религиозный но вот этот спектакль был очень хороший был спектакль от своих детей и устроенных очень хороший ну редко бывает что все сойдется но как правило что-то получается было так скажите пожалуйста все-таки вот кто там ближе из режиссеров ныне существующих я очень ценю уважаю почитаю антон который слава богу сейчас возвращается но он прошел тот путь он же не режиссер он сейчас лабораторией занимается он занимается теорией когда он мне сказал он хочет обобщить свой теоретический опыт он возвращается не строить он возвращается обобщить свой опыт школы азап 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 Как жизнь, кончая перед Новым годом, давайте записывайте все, что мы говорим друг другу. Так жалеешь, я со стреллером, он меня, это было замечательно, мы все много, я все мало был знаком, мало, но я был в Пиколо театре, мы беседовали, а потом он меня пригласил на презентацию книги, кого-то итальянского поэта, он сам читал, с листа, с листа читал, вот это было замечательно совершенно. А бывают такие вещи, вы знаете, у меня в Лиге был такой момент, это под Новый год, скажет очень хорошо, я пришел смертельно уставшим, сижу, после репетиции, мне звонит один интеллектуал, он говорит, что он здесь ждет, у нас в гостях заняла. А я знал, что Жан Виларь читал стихи в Лиге, вот в Лиге, а я говорю, да нет, я не могу, я сказал, он решил, что я пьяный, и говорит, Жан Виларь, мы ждем тебя, приезжай. Я говорю, нет, ну я был в этом состоянии, там прогоны были, как-то я перебрался, значит, на диване, открывали, заснул, утром проснулся, думаю, что было, смело, 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 ну ладно, ну, не пусть смело. Через три дня, четыре, это можно поверить исторически, включая радио «Свободы», я слышал, сегодня умер, значит, возраившийся французский режиссер Жан Виларь, его последнее выступление состоялось в Лиге. А Эпрос сидел у меня дома и рассказывал час о том, как он поставит гаммут, и что я записал это. Это жуткая наша вина через людьми, даже, не знаю, и детям, и детьми, и перед самим собой, что мы ничего этого не... Я помню, как он говорил, помню жену, помню, который в гаммуте играл, коллеги, помню, как он мне рассказывал, но не записал. Не записал. И потом это... А, сидел... Теточка моя приехала издалека и говорит, тебя бандит какой-то спрашивает на даче в Лиге. Бандит, говорит, тебя спрашивает какой-то. Я спускаю. Бандила стоит. Она его заняла за бандит. Стоит журнальщик-байкалка. Девчина охота была напечатана. Мы с ним просидели до утра. Он ничего не пил. Пил я. Он не пил. Брод не брал. Я говорю, нет, нет. Просидели до утра. Все помню. Атмосферу. Как это было. Все. Мог бы написать об этом, как бы, рассказ. Кроме того, о чем бы было. Ничего не было. Ушло. Ушла атмосфера. Как он сам, как он принял, как он сейчас. Поэтому давайте с Нового года. Счастливо. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...